Это Джереми Бентом. Его голова – один из интереснейших экспонатов, представленных на нашей выставке. Это английский философ-гуманист. У этой мумии, у этой мумифицированной головы, настоящие стеклянные глаза. Интересный факт о его глазах стеклянных. Последние 10 лет он таскал глаза в кармане. Зачем? Чтобы их поставили ему после мумификации, конечно. Но эта голова – репродукция. На выставке «Момента моря» с латыни «Помни о смерти» нет ни одной настоящей кости. Все экспонаты – это талантливые репродукции руки мастера Александра Пашкова. Как и многие одаренные творцы, человек он не публичный, поэтому о черепах и мумиях мы говорили с его супругой, Аленой. Это абсолютно семейная история. Александр, он занимается созданием экспонатов. Я занимаюсь исторической всей концепцией и нахожу те экспонаты, которые мне хотелось бы видеть на нашей выставке. И мы уже с ним работаем, можно сказать, совместно, вместе. На выставке десятки черепов всевозможных цветов и размеров, репродукций и мумий. Вот познакомьтесь с египетским фараоном Рамзесом Третьим. Кстати, перстень на его пальце – это авторская фантазия, которая граничит с историческим контекстом, как и многое в экспозиции. Всего на выставке более 80 экспонатов. Вот эти парни, например, из кельтской культуры. Кельту украшали черепа рогами и надевали на них венки из листьев. А мастер пошел дальше, автор выставки, и он сделал из черепов причудливые шкатулки. Музыкальная шкатулка. Вот такой вот череп. Череп. Экспозицию собрали в рекордно сжатые сроки – за три месяца. Последние несколько недель супруги практически не спали. Делали по заказу для Новосибирского музея погребальной культуры. До барнаульцев эти черепа и скелеты ни перед кем не выставлялись. Мне выставка показалась очень интересной и довольно эффектной. Мне кажется, что многие заинтересуются ей. Выставка действительно нас поразила, во-первых, своим необычным содержанием и, конечно, теми уникальными экспонатами, которые представили нам авторы этой выставки. Это действительно редкие вещи. Во-первых, потому что они эксклюзивные, их сделал мастер своими руками. Видно, что он вложил в них душу, несмотря на то, что это черепа. Но вот такая метафора, она здесь вполне употребима. В Барнауле черепа простоят до конца апреля, потом уедут в Новосибирск, как гвоздь программы «Ночи музеев», а после отправятся в тур по России. Нарей Демиллер, Николай Шилко. День с толком.